МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях жизни Владивостока. С вами я, Юлия Рокотская. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Прим Гидромету 85. По этому случаю главный синоптик края собрал журналистов. Основные вопросы, конечно, касались аномально теплой зимы. Глобальное изменение климата происходит. Колебания происходят. Прошедший циклон лесные пожары не потушил. Восьмому каналу прислали видео масштабного возгорания на территориях морского заповедника. Ярмарку вакансий для женщин организовал Приморский центр занятости. Прекрасной половине предложили 40 специальностей на любой вкус, опыт и график. Спрос на вакансии по рабочим профессиям. Также в выпуске работающий человек не должен быть бедным. Профсоюзы Приморья рассказали, как преодолеть черту нищеты. И еще расскажем. Законопроект об алиментах для предпенсионеров от детей бывших супругов приняла Госдума. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Приморье стало пилотным регионом по борьбе с бедностью. Сегодня 258 тысяч жителей нашего края имеют среднедушевой доход ниже 12,5 тысяч рублей. То есть находятся за чертой бедности. О том, какие меры позволят региону к 2024 году вдвое сократить этот показатель, говорили на совещании в администрации края с представителями профсоюзов. Среди самых незащищенных слоев 26,5 тысяч пенсионеров, которые получают так называемую социальную пенсию. В их отношении необходимо пересмотреть критерии адресной помощи и различать реально нуждающихся, а также помогать людям с трудоустройством. По мнению профсоюзов, необходимо внести в закон изменения, которые касаются налогообложения работающих пенсионеров. Еще одна категория тех, кому нужна помощь – семьи с несовершеннолетними детьми с низким уровнем дохода. Их в крае 35 тысяч. Часто это даже не многодетные, а те, кто воспитывает двоих детей. В их отношении также проработают меры поддержки. Предложения профсоюзов касались и работающего населения края. Специалисты уверены, что работающий человек в Приморье не должен быть бедным. На уровне края муниципальная заработная плата должна быть не ниже 13 тысяч рублей, не считая компенсации за климат. Отмечу, в проекте по борьбе с бедностью помимо Приморья участвуют еще семь российских регионов. Почти 94 тысячи приморцев получают меры социальной поддержки, предусмотренные новым статусом «Дети войны». Около 16 тысяч из них ранее не имели льгот. Так, «Дети войны» получают компенсации за капитальный ремонт, а также денежные выплаты ко дню Победы и ко дню окончания Второй мировой войны. Закреплены льготы по транспортному налогу, компенсации расходов на оплату жилья и другие. Необходимую информацию о новом статусе они могут получить в единых окнах или многофункциональных центрах по месту жительства. Напомню, инициатором закона о «Детях войны» выступил глава региона Олег Кожемяка. Дополнительную поддержку получат более 105 тысяч жителей края, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об алиментах для предпенсионеров от детей и бывших супругов. Нововведения касаются мужчин 60 лет и женщин с 55. Такой подход, по мнению депутатов, позволит гарантировать максимальную защиту права на социальное обеспечение граждан предпенсионного возраста. В парламенте напомнили, родители обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети содержать своих нетрудоспособных родителей. Такое же право на алименты есть и у нетрудоспособных нуждающихся супругов, бывших супругов, ставших нетрудоспособными до расторжения брака или в течение года с момента развода. Кроме того, право на алименты имеют нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки и фактические воспитатели, отчим и мачеха. За принятие законопроекта проголосовали 372 парламентария, включая депутатов от Приморья. Ситуация на приморском рынке труда остается стабильной. За прошедший год не было ни массовых увольнений, ни запуска масштабных производств, привлечением большого числа людей. Более того, специалисты отмечают, что резюме на одну вакансию катастрофически мало. О дисбалансе на приморском рынке занятости расскажет наш корреспондент Катерина Матвеева. Погуляли, пора браться за работу. В честь Международного женского дня Приморский центр занятости населения организовал ярмарку вакансий для женщин. На акцию поспешили более 10 работодателей. В списке предложений 40 специальностей на любой вкус, опыт и график. Большинство вакансий в этот раз ориентированы на представительниц прекрасного пола. Безусловно, ярмарки – это очень полезный инструмент для поиска новых соискателей. К нашей компании требуются финансовые консультанты и начальники отдела продаж. В данном случае наше агентство рассматривает таких кандидатов. Мы ищем целевую аудиторию женщин и мужчин, преимущественно у 30 лет. У нас очень обширный формат обучения в компании, причем за счет компании. И мы ищем людей, которые хотят работать с людьми и зарабатывать деньги. Несмотря на то, что Приморский рынок труда является рынком соискателя, на 10 тысяч безработных приходится 60 тысяч вакансий, многим найти работу непросто. Почти 78% предложений, размещенных в базах службы – рабочие профессии. Спрос на вакансии по рабочим профессиям. В основном это строительные профессии, это плотники, штукатуры, маляры. И, соответственно, обращаются к нам граждане, имеющие высшее профессиональное образование. Хотят трудоустроиться юристами, менеджерами. В связи с этим потребность со спросом не соответствует потребность спросу. Еще один камень преткновения – заработная плата и наличие высшего образования там, где оно, казалось бы, не так уж важно. Например, у нас профильным образованием является юридическая, экономическая, социальная работа. Ну, из тех, кто были предложены, кандидаты, двое были только с профильным, остальные с непрофильным. И, к сожалению, мы их пригласить к себе даже на собеседование не можем. Платить много не собираются. Так, при средней заработной плате в Приморье в 30 тысяч рублей работодатели на ярмарке вакансий предлагают среднюю оплату 20 тысяч в месяц. Ну, как я могу остаться без работы в таком возрасте? Нигде уже не берут. Ну, на какую можно рассчитывать зарплату? Ну, тысяч 20, 12 предложили, вот, 13. Да, зарплата меня как бы не очень интересует. У меня сложности в том, что я ищу работу, у меня вторая группа, в общем. Очень тяжело найти, поэтому я сюда постоянно езжу. Работы много, но единственный минус, что в основном работодатели, они требуют сотрудника именно с опытом работы. Вот, я считаю, что это сейчас проблема. И по своему опыту я могу сказать о том, что бывают сотрудники с опытом и не знают того, что знает сотрудник без опыта. Дело все-таки в том, какие знания ты получил в период обучения. Заметим, что рынок труда меняется с продвижением технологий. Все более востребованными становятся IT-специалисты. По-прежнему актуальны профессионалы в сфере продаж и закупок. Большая часть вакансий, порядка 80%, сосредоточена в крупных городах края, таких как Владивосток, Артем, Наход, Каусуриск. А вот в Арсении, Вифокине, Лесозаводске и Дальнегорске работы критически мало. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Налог на транспорт изменен. Об этом напомнила Федеральная налоговая служба. Изменения вступили в силу с 2019 года и касаются выплат транспортного налога. Так, для физических лиц, владеющих дорогими легковыми автомобилями, отменены повышающие коэффициенты 1,3 и 1,5. Теперь для машин средней стоимости от 3 до 5 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет, будет применяться только повышающий коэффициент 1,1, пояснили в ведомстве. При этом список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, расширен. Для юридических лиц с грузовым транспортом свыше 12 тонн и внесенным в систему Платон отменена льгота на налог. Приморские следователи в ходе разбирательства в истории с родительским самосудом над школьником из Большого Камня пришли к выводу, что у инцидента есть серия причин. Основное – непринятие мер сотрудниками школы по разрешению конфликта, а также невозможность опекуна обеспечить необходимый присмотр и воспитание подростка. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Приморский край прибыл его старший помощник Игорь Комиссаров. В Большом Камне он встретился с учителями, родителями, опекуном ребенка и самим мальчиком, который сейчас находится в реабилитационном центре. Комиссаров также отметил, что в школе нет педагогов-мужчин, способных личным примером воспитывать детей, а зарплата учителей недостаточно высока. Напомню, громкий конфликт произошел в Большом Камне 20 февраля. Родители нескольких учеников решили сами наказать школьного хулигана. Произошло это на почве того, что мальчишка постоянно издевался над сверстниками, не поддавался никакому контролю и позволял себе агрессивное поведение даже в адрес взрослых. После ЧП Следственный комитет возбудил дело, а директор был отстранен от должности. Глава региона Олег Кожемяка рекомендовал главе города Большой Камень уволить всех причастных к истории самосудом над пятиклассником. Далее к другим темам. Приморской службе гидрометеорологии в этом году исполняется 85 лет. В преддверии профессионального юбилея руководитель краевого УГМС пригласил в гости представителей СМИ и телевидения, чтобы ответить на самые насущные вопросы о погоде в Приморье. Подробнее в сюжете моего коллеги Евгения Черемухина. В преддверии профессионального праздника главный синоптик края Борис Кубай рассказал журналистам об истоках метеорологии в России и крае. Поделился мыслями по поводу глобального потепления и, конечно, подвел итоги самой аномальной зимы за последние 85 лет. То есть за всю историю метеонаблюдений в Приморье. Мы не одиноки в этом плане, потому что от Забайкалья и до сюда на восток, и даже до Сахалина, значит, и Хабаровский край, и Амурская область, значит, и северо-восточный Китай, то же самое. Со снегом практически никак или его очень мало. И положительная аномалия температуры. После разговоров об аномальной погоде директор Краевого гидрометцентра устроил для СМИ настоящий экскурс в историю метеослужбы, напомнив, что уже через неделю, 23 марта, Примгидромет вместе с подобными учреждениями по всей стране отмечает профессиональный праздник. Кроме того, Кубай похвастался новым лабораторно-производственным комплексом, открытие которого планируется во второй половине апреля. Функционал этого здания войдет в мониторинг окружающей среды по всему Приморскому краю. Не обошлось и без сравнений с 90-ми и началом 2000-х, когда в стране с гидрометеорологией было не так гладко. Из 100 гидрологических постов ни один практически не работал. Метеостанции отключались от света, от связи, за неуплату и так далее. На сегодняшний день все восстановлено, функционирует в полном объеме. Один из журналистов не удержался и задал Борису Кубая вопрос, связанный с нашумевшим недавно законопроектом Клишеса о фейк-ньюз. Коснется ли он метеорологов, если прогноз не точный? Вот что ответил главный синоптик Приморья. В любом прогнозе, в любом прогнозе, даже прогноз инфляции, курса доллара и так далее, всегда есть ошибка, она будет, никуда от этого не денешься. И что за эту ошибку наказывать, штрафовать и так далее, я думаю, что здравый смысл должен здесь работать. В этот раз журналисты просто завалили главного синоптика края вопросами об ушедшей зиме. Борис Кубай считает, что теплая зима никак не связана с глобальным потеплением, поэтому не стоит ожидать, что история обязательно повторится. Я вообще, в принципе, не сторонник такого термина. Я бы, глобальное изменение климата происходит, колебания происходят, циклы наблюдаются. Они вечны, ну в смысле, они очень долговременные, долгопериодные и различные, ну есть различные циклы. Множество раз журналисты просили дать хоть какой-то прогноз на лето. Однако, как ответил сам начальник Примгидромета, проще сказать, что все будет в пределах нормы. Евгений Теремухин, Алексей Заровный, новости на восьмом. Между тем, снег, который выпал в Примурии на днях, как и ожидалось, пожары в регионе особенно не погасил. Сообщения о возгораниях продолжают поступать из разных уголков нашего края. Так, редакции Восьмого канала в официальный аккаунт Фейсбук сообщили о пожаре на территории морского заповедника в Хасанском районе. Нам прислали эксклюзивное видео. Движение огня в сторону бухты Пензовая обнаружили инспекторы заповедника. Он двигался со стороны мыса Шапкина. Сотрудники заповедника немедленно сообщили об этом 18-ю пожарную часть в поселке Краскино и приступили самостоятельно к тушению. Через некоторое время подоспели огнеборцы. На тушение пожара ушли практически сутки. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Российское судно «Партизан» заправят и выпустят из Южной Кореи. Двух детенышей Ларги спасли от стаи собак во Владивостоке. Анкетирование местного населения стартовало вблизи границ национального парка «Земля леопарда». Там выясняют все о добром соседстве. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмпункт медицинского центра «Санас» Травмпункт медицинского центра «Санас» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра «Санас». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами Юля Ракотская. И мы продолжаем. Российское судно «Партизан» заправят и выпустят из Южной Кореи. Двух детенышей Ларги спасли от стаи собак во Владивостоке. Анкетирование местного населения стартовало вблизи границы национального парка «Земля леопарда». Там выясняют все о добром соседстве. Застрявшая в Южной Корее из-за отказа местных компаний в бункировке Владивостокское судно «Партизан» может на следующей неделе покинуть порт «Паханг». Судовладельцу удалось найти топливо. Сейчас «Партизан» получил разрешение на переход. Бункировщик – частная южнокорейская компания. Единственная, кто не испугался санкций. Планируется, что судно отправится в Приморье или Китай. В начале этой недели в порту «Паханг» российскому судну «Партизан» отказали в заправке топливом. Компания заявила морской протест администрации порта и властям. В конце февраля в Японском море на пути в Корею на судне «Партизан» произошел взрыв, причина которого на данный момент устанавливается. Консилиум ученых, сформированный по решению правительства, направит группу специалистов в бухту «Средняя» в Приморье. В течение 10 дней им предстоит дать заключение о здоровье касаток и белух и об условиях их содержания. Также специалисты дадут рекомендации относительно того, что нужно сделать, чтобы выпустить животных на волю. Тем временем утверждено обвинительное заключение по уголовным делам о махинациях на 13 миллионов рублей при отлове касаток, фигурантами которого являются экс-глава Тинроцентра в Приморье Лев Бочаров и двое его подчиненных, сообщает прокуратура. Ведомство уточняет, что в ходе расследования фигуранты возместили средства. Отмечу, привлечь внимание граждан и властей к проблеме безнаказанности лиц, которые держат животных в китовой тюрьме, пытаются активисты. Так, 16 марта на набережной Цесаревича состоится пикет. Организаторы согласовали его с администрацией Владивостока. В Приморье спасли двух маленьких ларг. От стаи собак оперативному диспетчеру поступил вызов, что на льдине в районе мыса Кунгасной якобы находится человек. Но вместо человека там находились два детеныша ларги. На судне на воздушной подушке спасатели подошли к льдине и сняли пострадавших. Однако, как сообщили специалисты, спасти удалось не всех. Изначально льдина с ларгами причалила к берегу, после чего на нее пробралась стая собак и загрызла одного детеныша. Пришлось разворачивать целую спасательную операцию, чтобы спасти остальных. Часть млекопитающих нырнули в воду. Двоих спасли сняв с льдины, и за ними сейчас наблюдают ветеринары. Предполагается, что животных вернут в дикую природу. Студенты из Владивостока снова стали лучшими в робототехнике. Совместная команда Дальневосточного федерального университета Института проблем морских технологий ДВОРАН одержала победу на открытом чемпионате Азии, который прошел в Сингапуре. За победу боролись 35 команд, в том числе из Индии, Индонезии, Японии, Таиланда, Турции, России и других. 16 вышли в финал соревнований. Российская команда представила аппарат «Пандора» и смогла обойти соперников. Робот умеет выполнять разные задания под водой. В частности, распознавать отдельные предметы при помощи глаз-видеокамер, перевозить грузы, поднимать и сбрасывать их в определенном месте и так далее. С 2012 года команда университета ежегодно становится призером на всемирных турнирах по робототехнике. Новое исследование поможет улучшить жизнь соседей земли леопарда. Анкетирование местного населения стартовало вблизи границ национального парка. Оно позволит выяснить, как люди относятся к соседству с заповедником и найти новые пути сотрудничества. Например, нацпарк заинтересован в проведении экскурсий для туристов от местного населения, предоставления гостевых домов и иных услуг. Ожидается, что основная работа по анкетированию пройдет во время выдачи бесплатных пропусков на территорию земли леопарда. Первые в этом году временные пункты выдачи этих документов открыты до 15 марта в населенных пунктах Занадворовка, Безверхово и Приморский. Впереди выходные. Это значит, что 8 канал по традиции представляет рубрику «Афиша». Моя коллега Анна Бережная даст советы, как провести этот уикенд, и расскажет все о культурных, творческих, образовательных и других мероприятиях в Владивостоке. Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. И сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Премьера в Театре молодежи. Трагикомедия «Маленького человека. Спасти камер юнкера Пушкина». История из жизни человека с непоэтичным именем Миша Питунин, которого всю жизнь преследует тень Пушкина. Нелюбовь к Пушкину, как культурный кот, становится проблемой не только героя, но и всего поколения, которому так агрессивно внушали любовь к поэту. Но так происходит, что именно этот маленький, кучерявый, некрасивый и спесивый человек становится тем единственным, с кем Питунин может разделить собственную жизнь. Начало в 18.30 стоимость билетов от 500 до 700 рублей. А в Театре имени Максима Горького дадут спектакль «Поминальная молитва». Начало в 18.30 стоимость билетов от 300 до 1500 рублей. На оперу Джакома Пучини «Тоско» приглашает Мариинский театр. Это одна из самых известных оперных постановок, которую ставят довольно редко, ведь в «Тоске» представлены сложнейшие партии для тенора, баритона и сопрано. Начало в 19.00 стоимость билетов от 400 до 3000 рублей. Выставка керамики «Жемчужины творчества мастеров Приамурья и Приморья» открыта в Приморском краевом центре народной культуры. В экспозиции декоративные изделия мастеров из Приморского и Хабаровского регионов с неповторимым творческим стилем. Ряд предметов посвящен тематике Дальнего Востока. Выставка работает ежедневно с 10 до 18.00 и продлится до 23 марта. Вход свободный. На лекцию «Литература и философия эпохи эллинизма» приглашает Приморская картинная галерея. Событие состоится в рамках второго сезона авторского лектория о до греческой вазе «История античной культуры и литературы». Автор и ведущий Максим Жук, кандидат филологических наук, доцент кафедры романа германской филологии ДВФУ. Начало в 17.00, стоимость билета в 150 и 200 рублей. Еще одна театральная премьера ожидает публику в эти выходные. Спектакль «Любовь людей» представит театр ТОВ. Картины из жизни людей в преддверии зимы и в ожидании лета. Так определил жанр этой пьесы ее автор, белорусский драматург Дмитрий Богославский. Герои-жители одной деревни попадают в настоящий круговорот страстей, отчаянно желая жить нормально. Жена убивает пьющего, избивающего ее мужа, скрывает преступление, выходит замуж за хорошего парня, еще со школы ее любящего. Он догадывается о случившемся, выслушивает чистосердечное признание и принимает ее любой. Правда, выжить с грузом этой правды им не дано. Дух убиенного не дает ей покоя. Спектакль пройдет 16 и 17 марта в 18 и в 15.00. Стоимость билетов 500 рублей. А на сцене Пушкинского театра с музыкальной сказкой «Окуш, это царь, горох» выступят артисты театра «Тан». На этой сказке выросло не одно поколение юных зрителей. В основе сюжета лежит извечная борьба добра со злом, но в итоге торжествуют, конечно же, добро и любовь. Начало в 12.00. Стоимость билетов от 200 до 250 рублей. Открытый чемпионат по волейболу среди любительских команд состоится в Дальневосточной пожарно-спасательной академии. Участие в нем примут сильнейшие любительские коллективы Владивостока. Начало в 10.00. Вход свободный. На мастер-класс любители орхидеи и те, кто пока только планирует научиться их выращивать, приглашает ботанический садовый уран. Как правильно выращивать и размножать эффектные и очень неприхотливые орхидеи фаленопсисы в домашних условиях? Куратор коллекции орхидеи расскажет об особенностях ухода и новых способах их культивирования. Участникам предоставят растения и все материалы. Цветок останется им в подарок. Начало в 12.00. Стоимость билетов – 1000 рублей. Юбилейное шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха» с участием мировых звезд фигурного катания пройдет в Фетисов-арене. Начало в 18.00. Стоимость билетов от 1200 до 4500 рублей. Маленьких зрителей на спектакль «Вышли зайчики гулять» приглашает театр кукол. Эта сказка очень простая и очень добрая, потому что злых и вредных персонажей в ней нет. Так с кем же борются и кого побеждают герои? Ведь без приключений спектакль смотреть неинтересно. Не волнуйтесь, их будет немало. Начало в 10.00. Стоимость билетов – 250 рублей. Детская музыкальная программа «Волшебное кольцо» пройдет на сцене Приморской филармонии. Начало в 12.00. Стоимость билетов – 300 рублей. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. А сейчас мы продолжаем рассказывать вам о том, что удивляло, радовало, а где-то даже шокировало пользователей интернета. Сегодня покажем и расскажем про самый нужный челлендж – покорение мира. Моисеева «Чудо» в Южной Корее, а также про первую фигуристку в хиджабе. Все подробности у Дмитрия Беломестного в рубрике «В топ-5». У южнокорейского острова Чиндо туристов, в том числе приморских, ждут не только красоты местной природы, но и самое настоящее чудо, которое, впрочем, уже объяснила наука. Случается это два раза в году. Воды моря на время раступаются. Появляется дорожка длиной около 3 километров и шириной 40 метров. Аномалия наблюдается тогда, когда в единый ряд становятся Луна, Солнце и Земля на своих космических орбитах. Это значительно усиливает гравитацию, которая и вызывает загадочное явление. Продолжается это в среднем 60 минут, что привлекает огромные толпы туристов. Некоторые местные жители верят, что к чуду причастен дракон, который и заставил разойтись воды. На универсиаде в Красноярске выступила первая и пока единственная в мире фигуристка в хиджабе Захра Лари из Объединенных Арабских Эмиратов. Ее выступление ждал весь мир, поскольку ради этой девушки международный союз конкобежцев изменил правила. Раньше регламент запрещал и хиджаб, и головные уборы всем участникам. Но 24-летняя Лари доказала, что все в мире возможно. По итогам короткой программы она не смогла пробиться в финал. Отметим, что самая большая мечта девушки выступить на Олимпийских играх. В сети запустили, пожалуй, самый нужный челлендж – трэштег. Его суть в том, чтобы выложить фото до и после уборки мусора. А началось с обычного снимка, которым парень поделился у себя на странице. Он добавил фото до и после уборки. Это вдохновило пользователей всего мира навести порядок на собственной планете, пусть и на маленьком ее участке. Как говорится, лиха беда начала. Блогершу из Китая называют хамелеоном. Все потому, что она с помощью макияжа может перевоплотиться в любую известную личность. Будь то Джонни Депп, Тейлор Свифт или Мона Лиза. И даже Альберт Эйнштейн. Ее мастерству можно только позавидовать. И напоследок песик, который явно кайфует от визита к грумеру. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться, или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире 8-го канала. Дмитрий Беломеснов, Новости на 8-м. И далее к новостям спорта. Девушка-пауэрлифтер из Владивостока стала абсолютной чемпионкой России. Приморские кудаисты и бойцы ММА отличились на дальневосточных соревнованиях. Подробности у Максима Яковлева. Спортсменка из Владивостока стала абсолютной чемпионкой России по классическому троеборью. Мастер спорта по пауэрлифтингу Ангелина Яловикова выступила на крупных соревнованиях, которые проходили в Москве. Туда съехались все сильнейшие атлеты России. Владивостокская спортсменка в дисциплине «Классическая троеборья» выступала в весовой категории до 72 килограммов и выиграла первое место. Она взяла 100 килограммов в жиме лежа и 205 в становой тяге. В приседании со штангой Ангелине покорились 182,5 килограмма. Это, к слову, новый рекорд России. Общая сумма позволила Яловиковой стать абсолютной чемпионкой страны. Вдобавок Ангелина вошла в состав сборной России и приступит к подготовке к чемпионату мира, который пройдет в июне в Швеции. Чемпионаты первенства ДВФО по кикбоксингу прошли во Владивостоке. Крупные соревнования в разделе «Фулл контакт» собрали порядка 120 спортсменов со всего округа. Зрелищные бои проходили как среди парней, так и среди девушек в возрасте от 12 лет. В стране очень сильно развивается кикбоксинг, учитывая, что в декабре Международный Олимпийский комитет нас признал как вид спорта. Дали нам три года, как говорится, как мы себя покажем, мировая организация. Ну и там уже будет видно, войдем мы или не войдем в олимпийскую семью. По итогам соревнований приморские кикбоксеры заработали 37 золотых, 21 серебряную и 7 бронзовых медалей. Из числа сильнейших бойцов вскоре сформируют сборную Дальнего Востока для выступлений на всероссийских турнирах. Отличились приморцы на окружном отборе по ММА. Соревнования среди юниоров и старших бойцов проходили в Якутске. В течение двух дней на ринге боролись самые яркие представители ММА со всего Дальнего Востока. Успешными стали выступления для приморских спортсменов, которые по итогам выиграли 6 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медалей. Кроме этого, наши сборные вручили кубок за второе место в общекомандном зачете. Первая строчка досталась хозяевам Якутам. Отобранные здесь победители и призеры уже скоро представят округ на всероссийских соревнованиях. Юноши выступят на первенстве, которое пройдет в городе Великие Луки, а взрослые спортсмены поедут в Москву на чемпионат России. Максим Яковлев, новости спорта на Восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Примгидромету 85. По этому случаю главный синоптик края собрал журналистов. Основные вопросы, конечно, коснулись аномально теплой зимы. Прошедший циклон лесные пожары не потушил. Восьмому каналу прислали видео масштабного возгорания в морском заповеднике. Законопроект об алиментах для предпенсионеров от детей и бывших супругов приняла Госдума. Работающий человек не должен быть бедным. Профсоюзы Приморья рассказали, как преодолеть черту нищеты. Ярмарку вакансий для женщин организовал Приморский центр занятости. Прекрасной половине предложили 40 специальностей на любой вкус, опыт и график. Анкетирование местного населения стартовало вблизи границ национального парка «Земля леопарда». Там выясняют все о добром соседстве. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Залив Петра Великого в ближайшие дни полностью очистится от льда. За прошедшую неделю практически освободились от плена Амурские и Уссурийские заливы. Сохраняется лишь незначительное количество припая вдоль западного побережья острова Русский и в северной части Амурского залива, где разрушенный лед дрейфует в виде обломков. Как отмечают синоптики, 2019 год можно отнести к экстремально малоледовитому с экстремально ранним очищением. Чего не скажешь о Байкале. Одной из особенностей озера считается лед. Его прозрачность кажется почти нереальной, а сеть трещин создает эффектные картины. На гипнотические лабиринты льдов Байкала смотрим вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Продолжение следует...